Здравствуйте, ребята! Сегодня мы будем заниматься чем-то необычным. Мы будем заниматься математикой. Но математикой не такой, где складывают цифры. Мы будем складывать цвета. Знаешь ли ты, что есть три основных цвета? Это красный, жёлтый и синий. Это три основных цвета. Почему они называются основными? Потому что с помощью смешивания этих цветов можно получить дополнительные цвета. И вот мы сегодня как раз этим и будем заниматься. Достаточно всего трёх основных красочек, чтобы получать ещё и дополнительные цвета. Давай сделаем так. У тебя приготовлен большой лист бумаги. У меня это формат А3. Зачем такой большой лист? Чтобы было больше, можно было добавить примеров. Вот таких красочных примеров. Давай простым карандашиком нарисуем первый пример. Мы просто нарисуем вот такой вот большой кружок. Один плюс один. Если бы мы рисовали бы... Если бы мы занимались математикой цифровой, то мы бы нарисовали, что один круг плюс один круг, то будет два круга. Но мы будем с тобой рисовать цвета. Поэтому давай нарисуем знак равенства, равно. Ещё один кружок нарисуем. Большие рисуй, чтобы тебе удобно было. Раскрашиваем. И мы начнём. Давай возьмём кисточку тоненькую. У нас пип-палитра приготовлена. И закрасим первый круг жёлтой краской. Мы будем прибавлять жёлтый цвет к красному цвету. Вот жёлтенькие закрасили. Промоем кисть. Второй кружок. Давай закрасим красным. Жёлтый плюс красный. Сейчас будем смотреть, что получится. Второй кружок закрашиваем красным. И в палитре попробуем смешать эти красочки. Давай промоем кисть и посмотрим, что получится, если смешать жёлтую с красной. В палитру положим, давай, три раза жёлтую. Один. Прям много. Набираем красочки. Два. Три. Вот жёлтый много положить нужно. Промоем кисть. А красный возьмём только половинку кисточки. Много не надо набирать. Вот так половиночку. Ну, один давай возьмём. Один раз. И красный. Один. И смешаем с жёлтой. Красный берём только один раз. Хорошенько перемешиваем. И у нас получился оранжевый цвет. Если жёлтый смешать с красным, получается оранжевый цвет. Закрашиваем наш третий кружок оранжевой краской, которая у тебя получилась в палитре. Если у тебя в палитре получился слишком красный цвет, слишком красный не получился оранжевый, значит, нужно добавить ещё жёлтенькой. А если наоборот слишком жёлтая, значит, чуть-чуть красный. Смотри так, смешивай, чтобы у тебя вышел оранжевый цвет. У меня вот получился оранжевый цвет. Так, первый пример готов. Жёлтый плюс красный получается оранжевый. Если к жёлтому примешать красную красочку, получится оранжевый цвет. Готово у тебя? Давай нарисуем второй пример. Пониже рисуем ещё один большой кружок, плюс ещё кружок, равно знак равенства и ещё один кружок. Сейчас попробуем смешать другие цвета из этих трёх основных. Промываем кисть хорошо. Промываем кисть хорошо. Первый кружок закрашиваем жёлтым. Промываем кисточку. Второй кружочек. К жёлтому мы будем прибавлять синий. Возьмём синюю красочку. И второй кружок закрасим синей краской. Промываем кисточку. сейчас посмотрим что получится если желтую красочку смешать синий делать мы будем это тоже в палитре в чистенькую ванночку чистенькое окошечко накладываем три раза чистой кисточкой желтую краску прям побольше берем красочки желтый 1 где сколько я много беру 2 и опять много беру 33 раза вот желтый чтобы было много желтой промываем кисть один раз набираем синюю синюю набираем один раз но хорошо так выбираем и перемешиваем со своей желтой и смотрим что у нас получается получился зеленый цвет дополнительный цвет нас получился зеленый смотри если тут можно варьировать если тебе нужно чтобы зеленый был темный то вот такой вот можно чтобы от оставлять его темный если ты хочешь сделать посветлее зеленый то можно еще добавить желтенькой только дело это чистой кисточкой да вот я сейчас еще желтенькой добавила меня уже будет немножко посветлее зеленый цвет смотри чтобы у тебя был тот цвет какой тебе нужен зеленый желтый плюс синий получается зеленый закрашиваем третий кружок мы получили второй дополнительный цвет зеленый посмотри на свои примеры посмотри на свои примеры первый пример у нас был какой желтый плюс красный получается оранжевый второй пример у нас был такой желтый плюс синий получается зеленый то есть когда мы смешиваем красочки то получается у нас дополнительные цвета еще нарисуем один пример в нашей математике живописной кружок плюс кружок равно еще нарисуем кружок какие же мы будем теперь смешивать красочки желтый с синим мы уже смешивали желтый с красным мы уже смешивали осталось какие две красочки смешать правильно красный и синий давай первый кружок закрасим красным красным промоем кисточку второй кружочек давай закрасим синим Вот так вот. Кисточку нужно промыть хорошо и посмотрим, что будет получаться в палитре. В чистое окошечко. Давай положим три раза красную. Один, два, три. Три раза красную положили. Кисточку нужно промыть. И синюю мы будем добавлять потихоньку, помаленьку, чтобы у нас не получилась сразу темная краска. Поэтому давай наберем чуть-чуть синенькой, добавим ее сюда и начнем перемешивать. Много синюю не добавляем. Много не добавляем. Вот маленько добавили, промыли кисточку и перемешиваем с красной. Так, смотрим. Какой-то получился бордовый. А нам надо, значит, еще добавить немножко синенькой, чтобы получился такой ближе к фиолетовому цвету. Перемешиваем. Так. Вот у меня получился фиолетовый. Такой темно, какой-то фиолетово-коричневый. Это зависит от того, какая синяя краска. Вообще, как бы синий с красным дает оттенок фиолетовый. Фиолетового цвета. Тоже нужно добиться этого. Если сильно синий получился, значит, нужно добавить красненького побольше. Если, наоборот, слишком красный получился цвет, то добавить немножко синего. Вообще, фиолетовый цвет, он бывает разных оттенков. Более красный к сиреневому, более синий. Так, фиолетовый у меня получился. Смотри, у тебя. Какой получился фиолетовый цвет? Фиолетовый цвет, его можно немножко более жидким сделать, чтобы было видно. Потому что либо он получится сильно темный, будет не видно этого оттенка. Поэтому можно пожиже сделать красочку. И еще один пример у нас будет. Вроде бы все же прибавили. Желтый с красным прибавили у нас получился. Оранжевый с синим мы прибавили. Получился зеленый. Красный с синим прибавили. У нас получился фиолетовый. А какой же еще пример сделать? А мы сейчас с тобой смешаем все три красочки. Поэтому нам нужно будет прибавить один кружок плюс еще кружок плюс два плюсика делаем еще кружок и теперь только равно четвертый кружок. У нас получается здесь четыре кружочка мы нарисовали. И чистой кисточкой закрасим первый кружок желтым второй кружок красным и третий кружок синим делаем это чистой кисточкой. Промываем. И посмотрим, что получится, если смешать все три основные красочки. Давай в чистую ванночку в палитре окошечка вот чистую положим в три раза желтую. Два Три. Много накладываем желтенько. Промываем кисточку. Добавим один раз красную, но хорошо набираем красную. Перемешиваем. Промываем кисточку и добавляем один раз синюю. Один раз синюю. Перемешиваем. И у нас получается коричневый цвет. Коричневая краска. В зависимости от того, какой краски у тебя было больше, такой будет и коричневый. Либо он будет у тебя больше с красноватым оттенком, либо же он у тебя получится больше с таким бурым оттенком или зеленоватым. Добавляй красочку так, чтобы добиться того цвета, какой ты делаешь. Итак, смотри. Мы с тобой сделали четыре примера. Из трех красочек, вот у нас три красочки, мы сделали еще четыре дополнительных цвета, да? Мы получили оранжевый, зеленый, фиолетовый и коричневый цвет. Вот как здорово! Оказывается, из присмешивания красок основных можно сделать еще дополнительные цвета. Запомнили, какие три основных цвета? Ну-ка, скажите мне. Теперь ты знаешь три основных цвета. Какие они? Правильно! Красный, желтый и синий. Это три основных цвета. А почему они основные? Молодцы! Потому что при смешивании этих трех основных цветов мы получаем дополнительные цвета. Наше занятие сегодняшнее закончено. Ты можешь попробовать смешивать красочки, какие у тебя есть в коробочке, и получать интересные интересные оттенки. это очень увлекательно смешивать краски. Ну, а сейчас пока-пока! краска!